Добрый день. Я Татьяна Михайловна Жаплова, заведующая кафедрой журналистики Оренбургского государственного университета. Занимаюсь различными проблемами русской литературы, преимущественно 19 века. Занимаюсь проблемами, связанными с публицистикой, журналистикой, но в любом случае мои предпочтения именно в той сфере, которая образована русской поэзией. Одно время я увлеклась творчеством очень популярных в свое время поэтов, которым в наши дни как-то незаслуженно мало времени уделяется, и которые как-то так, хотя даже введены по идее их произведения в вузовскую программу, как-то так очень редко оказываются в сфере изучения. Я говорю о семье Аксаковых, которые проявили многогранные дарования, в том числе и поэтические. Получилось так, что вначале я открыла для себя стихотворение Ивана Аксакова. Иван Аксаков – человек, о котором говорили в те времена довольно часто, много и разнообразно. Человек, о котором, как я говорю, в наши дни почему-то по большей части забывают. Хотя, в общем-то, интерес совершенно определенный проявляют к тому периоду историческому, к середине XIX века, второй половины XIX века. И философы, и филологи, и историки. Но почему-то Иван Аксаков не так часто попадает в орбиту исследования. Чем он привлекает сразу меня, как литературоведа? В первую очередь, тем, что у него в стихотворениях я обнаружила те образы, темы, мотивы, которые я отношу к так называемой усадебной поэзии. К тому, что мы в любом случае ассоциируем именно с так называемым дворянским гнездом, с тем, что характеризует нашу какую-то некую ментальность, некий образ мыслей и, самое главное, некое такое проявление в поступках и словах и делах. Вот Ивана Аксакова я это довольно быстро обнаружила, хотя, честно говоря, для меня самой на тот момент это было большим сюрпризом. Если мы говорим о творчестве Ивана Аксакова, то сразу останавливаемся на том, что как поэт он действительно изучен недостаточно хорошо. Да, безусловно, очень многие как-то так обращаются к нему, что называется, как к литературному фону, как к произведениям, которые напоминают произведения маститых авторов, которые перекликаются, опять-таки, на образном, мотивном, тематическом уровне с произведениями других авторов, первого ряда так называемого. Но в любом случае, вот чаще всего про Аксакова как поэта, говорят как о человеке, который, ну скажем так, ну не подражатель, нет, не эпигон, а который весьма, скажем так, своеобразно относится к поэтическому творчеству. Почему? А потому что вот как раз в чистом виде, вот как говорят литературы веды, лирика у него практически не присутствует, потому что она сопровождается вот как раз-таки тем, что раньше кто-то называл направлением, да, там отголосками славянофильства, тем, кто, тем, что раньше называли, ну как-то так, декларативностью, что ли, да, вот в любом случае, вот лирика, которая идет от сердца, вот как кажется большинству исследователей, у него присутствует в минимальном количестве. Ну, я не знаю, когда я обратилась к его стихотворениям уже так это основательно, капитально, то, честно говоря, сразу всерьез задумалась, а так ли это? Углубившись, прочитав очень много дополнительной литературы, мемуаров, воспоминаний, записок, так называемых записки, в 1840-е-60-е годы писали очень многие общественные деятели, и как раз в этих записках, вроде как ни к чему не обязывающих, но констатирующих факт, они рассказывали об Аксакове как поэте вот именно с той стороны, что, да, многие предвзято относятся к его творчеству изначально, но в любом случае оно не таким простым оказывается на деле. Да, действительно, лиризм у него своеобразный, но он, тем не менее, все равно присутствует на первом месте, а вот уже декларативность, а вот уже идеяность, это, ну, как такая действительно дополнительная, что ли, сторона, да, его творчества, которую отбросить мы не можем, но которая в любом случае на первый план, ну, никак не выходит. Иван Аксаков, в общем-то, в своих первых стихотворениях открывает нам весьма-весьма интересную сторону русской жизни, и вот как раз для меня эти стороны напрямую соприкасаются с той самой усадебной сферой, с теми самыми дворянскими гнездами и отношениями в них. Иван Аксаков обращается к ситуации, которая, ну, скажем так, ну, даже в XIX веке не была бы банальной. В наши дни, если бы мы ее оценивали с современных позиций, тоже она, ну, скажем так, сразу вызывает интерес. Чем? Значит, ситуация в стихотворении «Я знаю, Лидия, кто в сумраке ночном» разворачивается следующим образом. Лирический герой совершенно случайно, там, блуждая вечером в хорошую погоду, стараясь освежиться, случайно, что называется, становится свидетелем свидания, да? Причем главной героиней на этом свидании оказывается девушка, которую он симпатизировал. Молодой человек благородный. Естественно, не выдает своего присутствия, там при первой же возможности он отступает, так чтобы, ну, в общем-то, не наблюдать какие-то уж слишком интимные моменты. Но в любом случае, сама по себе ситуация показывает его отношение к любви. Вот тут как раз и отголоски славяно-фильских настроений прослеживаются, тут как раз и лиризм тоже, как я говорю, весьма своеобразный. Здесь все в одном очень эмоциональном всплеске. Молодой человек отступает, молодой человек пытается какие-то там свои мимолетные, сиюминутные первые впечатления уловить, проанализировать, остановить мгновение, которое в данный момент совершенно непрекрасно. И что для него самое неприемлемое в этой ситуации? Он говорит, что он хотел ее ввести в дом отцов своей супругой. То есть вот у него такая четкая в данном случае установка. отношения, которые складываются между женщиной и мужчиной, обязательно ведут к браку. Брак – это обязательно в его понимании, опять-таки, возможность тот самый дом, тот самый патриархальный уклад жизни продолжить уже, что называется, своими силами. В данной ситуации девушка, которая уже, скажем так, ведет себя несколько фривольно, в его понимании, она уже недостойна именно вот такого отношения к тому, чтобы стать супругой и к тому, чтобы стать человеком, который будет своей добродетелью, станет примером для подрастающих поколений. В данном случае вот именно это его больше всего выбивает из колеи. Вслед за подобным стихотворением Иван Аксаков, как он говорил сам, меньше всего подумывал о том, чтобы продолжать какую-то лирическую струю в своем творчестве. Он действительно очень серьезно относился к себе, к поэзии, к окружающим. Не зря он оставил огромное количество воспоминаний, каких-то записок, в которых он делился впечатлениями от прочитанного, в которых он анализировал какие-то жизненные ситуации, житейские события. И в том числе и отношения, которые складывались в семье. И в общем-то мы видим, что поэзия для него это не ремесло, ни в коем случае. Поэзия для него не то, чем он отдается постоянно, потому что он был человеком, который занят был постоянно на государственной службе. Он был чиновником очень высокого уровня, причем одно назначение следовало за другим. И всегда он оказывался, скажем так, среди первых людей страны. И считали, что он этого более чем достоин. Но вот в любом случае к поэзии он относится как к чему-то безумно важному. К тому, что не связано с работой, как, допустим, у станка, а к какому-то такому очень тяжелому труду. А как к чему-то тому, что действительно связано с приливом вдохновения какого-то, что при всем при том заставляет человека как-то так ощутить некую такую отрешенность от житейских проблем. И к тому, что его все-таки действительно сделает более одухотворенным, более таким, скажем так, возвышенным. И позволит хотя бы на миг, хотя бы на какое-то время забыть о том, что вот здесь, допустим, тяжелое, гнетущее или какое-то, ну, мягко говоря, непонятное. Иван Аксаков очень часто вынужден был и по роду своей деятельности, и в семье, поскольку семья была очень большая, постоянно общаться с людьми, которые были близки ему по духу. Чаще всего вот свои взгляды по поводу чего-то такого, очень знакомого каждому из них, чего-то очень интересного, чего-то очень близкого, того, что вот объединяло их, перекладывал именно в стихотворную форму, и чаще всего это приобретало форму посланий. Послание или стихотворение на случай. Тоже довольно популярная формула в XIX веке. Послание он пишет тем людям, которые либо вызывают у него очень большую симпатию, либо с которыми можно говорить, что называется, вот на коротке. И, в общем-то, они в любом случае друг друга уже будут понимать, потому что говорят они о тех вещах, которые вот в их, что называется, окружении, ну, постоянно упоминаются. Стихотворение, стихотворное послание Панову, вот одно из таких. Значит, Панов на тот момент был человеком с явно выраженными славяно-фильскими взглядами. Панову, когда пришло время, доверили одно из славяно-фильских изданий, московский сборник так называемый, Панов умудрился, где своим авторитетом действуя, где, в общем-то, рассчитывая на какое-то такое, вот опять-таки, какое-то славяно-фильское единение, он умудрился собрать в своем сборнике 1846 года, ну, наверное, лучшие славяно-фильские силы на тот момент и показать, насколько разнообразно может быть творчество, и творчество, и публицистика. Иван Оксаков обращается к нему в стихотворном послании как к другу-единомышленнику, как к человеку, который, в общем-то, даже оставаясь на отдыхе, все равно постоянно, что называется, наполнен какими-то идеями, теми, которые будут объединять несколько поколений, и теми, которые будут актуальны, как кажется, по крайней мере, на тот момент Ивану Оксакову на долгие времена. Долгие времена. Значит, Панов в данном случае выступает адресатом стихотворения, и как-то так Оксаков позволяет себе обращаться к нему, что называется, по-дружески, что называется, без каких-то там особых расшаркиваний, без долгих каких-то длинных тират. Наоборот, разговор в этом послании, обращение к адресату короткое, эмоциональное, наполненное какими-то реалиями, которые знакомы им обоим. То есть, вот это как раз такая типичная форма послания, которое было в свое время, ну так, еще в XVIII веке, в ходу у наших поэтов в середине XIX века, к нему вернулись уже, помятую, что называется, пушкинские времена, потому что тоже поэты пушкинской поры очень часто к этим посланиям прибегали. И вот в данном случае теперь уже поэты 1840-х, 50-х годов тоже прибегают к такой же форме. Панов, в общем-то, понятно, прочитав это послание, ощутил необыкновенное присутствие духа, как он потом говорил. Ему было очень приятно то, что, в общем-то, даже в такой форме, что называется, между друзьями, приятелями, оказывается, можно говорить о вещах, которые в том числе являются и серьезными, но при всем при том, что придает этому посланию особый какой-то шарм. То, что в любом случае там упоминаются, ну пусть так, штрихами, немногочисленные, но детали быта. И вот в данной ситуации мы видим, что как-то вот как раз этот быт, усадебный там, как его ни назови, он сближает людей, которые, ну по идее, находятся друг от друга довольно далеко, которые, мягко говоря, давно не виделись, которые общаются чаще между собой лишь вот на бумаге, да, с помощью писем. В данном случае у стихотворного послания в том числе. Но тем не менее, все равно вот та самая нить, которая их связывает, она оказывается неразрывной. И, в общем-то, такая форма, как послание, в данном случае все это очень нам хорошо обнажает. Послание, значит, одной из тоже женщин с такими явно выраженными славянфирскими интересами, послание Миллер. Оксаков обращается к молодой женщине, которая вот на тот момент, когда он пишет свое послание, в общем-то, особо не занята какими-то там интеллектуальными занятиями, особо там не прикладывает свои руки ни к какой-то там форме трудовой, допустим, деятельности. Она у себя в имении занимается тем, чем обычно занимаются хозяйки или хозяйские дочери. Он как раз вот эту вот бытовую сторону и подчеркивает в первую очередь. То есть для него она, ну, в данный момент больше не единомышленница, а просто очень интересная, приятная молодая женщина, которая погружается каждый день вот в ту среду усадебную, которая ему самому так дорога. Да, какие-то там есть, значит, перефразы, там какие-то есть аллегорические выпады. Это все присутствует. Как раз-таки вот с помощью этого Иван Оксаков старается показать, что, в общем-то, у них двоих есть что-то такое, чего он не хотел бы афишировать, но что-то такое, что ей в любом случае понятно. И в данный момент, когда мы рассматриваем это стихотворение, вот я говорю, с современных позиций, мы видим, что оказывается поэтическая речь вот в данном случае, в данном контексте такая. В общем-то, легкая, необременительная, очень живая, какая-то очень вроде как и разговорная, но при всем при том, относящаяся все равно к высокой поэзии. Вот она украшает любой контекст, и в данном случае мы видим, что явно положительные эмоции вызвало это стихотворение у самой девушки. И точно так же Иван Оксаков, вот когда создавал это стихотворение, есть несколько комментариев по этому поводу, он испытывал необыкновенный прилив сил. Ему было очень приятно писать о том, что их объединяет. Ему было приятно сказать не только комплимент, но и лишний раз подчеркнуть то, что Миллер, она, скажем так, очень для своего времени и для своего круга интеллектуально одарённый человек. И в данном случае вот всё это, и личностное, и такое вот, что называется, очень какое-то такое дружеское слилось в стихотворении. И вот я говорю, в данной ситуации оно читается очень легко, оно читается таким подъёмом национальным определенным. И можно понять, что испытывали люди, которые вот тогда были точно так же разъединены расстоянием, но которые, оказывается, духовно были друг к другу очень близки. Иван Оксаков, как я уже говорила, большую часть своей жизни посвятил службе. Значит, он был чиновником, как многие говорят, от Бога. Он не был таким педантом, он не был таким сухарём, что называется. Наоборот, он к делу подходил очень осмысленно, и он старался не какие-то формальные стороны в своей работе всё время подчёркивать и добиваться какого-то неукоснительного исполнения от подчинённых, а наоборот, он старался в дело вникать, что называется, с душой. И он старался делать какие-то вещи сугубо формальные, вот, может быть, творческими даже. Но в любом случае, вот он оценивал всегда очень чётко, трезво, что он должен сделать, как вот именно государственный человек, а что он уже может в своей работе просто оценивать с позиций исключительно человеческих, таких вот личностных, что называется. Поэтому он очень хорошо понимал тех, кто к нему обращался. Ну, так или иначе, светская жизнь для Аксакова была просто неотъемлемой стороной его жизни. И вот как раз эти светские мероприятия, вечера, какие-то встречи, ну, опять-таки, там какие-то концерты, выходы там в оперу сопровождались для него чем? Тем, что он периодически, не каждый раз, но время от времени встречал тех людей, с которыми у него уже были какие-то отношения, там, дружеские или любовные, которые, вот в определенный промежуток времени, снова мелькнув перед его глазами, вызывали, опять-таки, его неприходящий интерес. Стихотворение, которое он пишет в 1840-е, 50-е годы, очень хорошо иллюстрирует нам то, как он, будучи светским человеком и тяготеющим при всем притом к усадебной жизни, умудрялся для себя и для героев своих стихотворений подыскивать ту золотую середину, которая их, что называется, вот каким-то образом примеряла с действительностью. Это относится к стихотворениям. Очерк, дождь, капричо. Когда вышло стихотворение, ну, они, в принципе, они похожи по тематике. Сюжеты, вот в этих стихотворениях сюжеты присутствуют, то есть их можно пересказывать. Сюжеты тоже, в общем-то, не особо затейливые, но в любом случае, вот они как раз и показывают ту самую светскую жизнь, которая вот необходима для того, чтобы быть своим человеком в обществе, да, и, соответственно, пользоваться теми привилегиями и благами. Но при всем при том, как эта светская жизнь, оказывается, может уходить на второй план, когда у тебя все-таки, что называется, приоритеты связаны с другими сторонами жизни. Значит, стихотворения, когда они вышли одно за другим, несколько критиков были изрядно удивлены тем, какой вообще, скажем так, как в форме человеческих взаимоотношений, обращается Аксаков. В чем тут был подвох с их точки зрения? Один из критиков написал, прочитав стихотворение «Очерк» и «Поэзия», не может ожидать ничего хорошего от такого направления. Что его покоробило? Что вызвало его негодование и резкую критику? Стихотворения «Я», вот все три, они относятся, как я говорю, в принципе, к обыденной сфере жизни. То есть там нет каких-то особых ситуаций, которые требовали бы немедленного воплощения. Там все буднично, там все привычно. Но вот весь вопрос, что там привычного? Молодая женщина стоит у окна, смотрит на летний дождь, который в данной ситуации, для всех является весьма необходимым. Освежает все в природе, освежает все, как кажется, в человеческой душе. Она испытывает некий эмоциональный подъем. Но вот начинается как раз та самая интересная антитеза, на которой стихотворение будет строиться дальше. Девушка стоит, смотрит в окно. Перед ней, тут так панорамный пейзаж, по идее, открывается. Она видит ближайшую природу. Вот передний план перед ней, это природа, которая у нее за окном. То есть это вот непосредственно в ее усадьбе, это вот клумбы, там лужайка, все то, что вот там метра в десяти от нее находится. Все это точно так же омытое дождем, все это приятно, все очень такое радостное, как ей кажется. И она наслаждается этой картиной. И, в общем-то, казалось бы, вот сейчас от вот этого сиюминутного она не должна отрываться. Вот именно казалось бы, потому что по сюжету стихотворения Аксакова происходит немножко по-другому. Она смотрит сюда, перед собой, сейчас. Но вот дальше появляется второй план, как бы из подволя изнутри. И детство прежнее воскресло перед ней. Ей вспомнились деревня, лето, и роскошь зелени. Ну и так далее. Там описывается пейзаж, вот понятно, уже не нынешний, а тот другой из усадьбы, где она росла. То есть в данной ситуации что мы видим? Ну, казалось бы, одно вызывает ассоциацию с другим. Все так привычно. Но вот как раз в глубине стихотворения будет другой мотив, который вскоре и раскроется. Девушка не зря грустит. Молодая женщина. Судя по всему, здесь она оказалась, в этом доме, в этой другой усадьбе, после того, как вышла замуж. Став светской женщиной, она вынуждена принимать гостей, она вынуждена сама выезжать в свет. Для нее это суетно, для нее это хлопотно, для нее это вообще не характерно. Ей проще, ближе, вот такая вот усадебная жизнь в отдалении от центра. И вот как раз она вспоминает, она уносится мыслями, она очень много деталей вспоминает именно из той детской усадебной жизни. И неожиданно стихотворение переносится вот как раз в ультрасовременный план, что называется. Но звонят. Значит, пришли гости. По милому челу промчалось нетерпение. Она идет, готовится встречать гостей. И тут же вот идет такая вот ремарочка. Как в эти сумерки отрадно был ей? Когда же знакомое опять наступит время? Ночью, дверь настиж, и гостей идет докучливое племя. То есть вот она ситуация, ну, более чем житейская, да, очень знакомая, очень привычная. Другое дело, как акценты расставить, как параллели провести, как вот этот вот временной, пространственный пласт выстроить. Вот Аксаков представляет себе это таким образом. И, в общем-то, стихотворение вот Капричио, значит, он таким своеобразным эпиграфом его сопровождает. Капричио – небольшая музыкальная пьеса, значит, легкая, спокойная. И само стихотворение, вот оно в строфическом плане выдержано именно так, что такое вот неспешное, легкое, плавное, спокойное чтение, оно и настраивает. Точно так же сейчас здесь вечеринка, сейчас здесь шумно, сейчас вот как раз раздаются там различные звуки, сопровождающие вот это самое сборище молодых и не очень молодых людей. И вот тут раздается вот этот самый мотив, это мелодия Капричио. Что делает лирический герой? Ну, нетрудно догадаться. Он тоже, как и девушка из стихотворения предыдущего, сразу вспоминает то, что было, когда он, когда, в последний раз слышал эту мелодию. А то и не в последний раз. И как часто он ее раньше слышал? И, соответственно, вот он тот самый пласт. А где он ее раньше слышал? Разумеется, в родительской усадьбе. Там часто, значит, исполнялось это на семейных вечерах. Просто вот люди аккомпанировали себя, когда было настроение. То есть вот тот мотив, знакомый с детства, он говорит, давно преследует меня. Знакомец старый, где с тобою, когда и как сроднился я. Вот он все это сразу вспоминает. И вот на вот это происходящее сейчас он уже смотрит другими глазами. До того, ему казалось, что это очередная какая-то встреча людей, которые друг другу малоинтересны, которые общаются просто потому, что нужно общаться. Но в данной ситуации вот уже что-то такое более приятное, что ли, даже более светлое, его уже к этой аудитории приковывает, потому что он понимает, если людям тоже нравится такая мелодия, значит, может быть, какие-то эмоциональные, как минимум, соответствия у них есть, какие-то параллели, их могут связать. Ну, то есть вот ситуация в корне меняется, когда этот мотив раздается. Иван Аксаков человек был, в общем, весьма таким осторожным вроде бы как, да, как светский человек и как государственный деятель. Но при всем при том, иногда оказывался в той ситуации, когда, как принято говорить, значит, истинно дороже. И иногда он попадал в очень щекотливые ситуации, когда говорил или писал, тем более, то, что попадало на глаза не тем чиновникам, не в той ситуации. Преподнесено было, соответственно, так, что он в любом случае выглядел весьма и весьма невыигрышно. После одной из таких бумажных, что называется, историй он попал практически под следствие и результатом этого была ссылка. Единственное, в чем ему пошли навстречу, все-таки человек определенного уровня, с ним нельзя было просто так поступить, просто за, даже не вольнодумие, да, а просто за оброненные фразы, которые истолковали именно так. Ему предложили вместо ссылки выбрать самостоятельно. И он выбрал имение, значит, родственников своей жены во Владимирской губернии, имение под названием Варварина. Ну, для него это был жест, ну, не то, что отчаяния, а скорее жест такого вот, ну, равнодушия, да. То есть ему было все равно, куда ехать, лишь бы отбыть вот эти там несколько месяцев, потому что он был уверен в том, что с ним поступают несправедливо. Понятно, он мог отправиться в Оренбургский, и менее, понятно, он мог отправиться под Самару, но вот его решение было таковым. Едет он туда, во Владимирскую губернию, благо это недалеко от столицы, так-то по идее. И сначала он настраивается на скуку, тоску, значит, на то, что будет он, ну, грубо говоря, в чужом доме, просто так проводить время, потому что деваться некуда. Но, однако, первые же несколько дней показали, что вот это отношение был предвзятым. Все то, что произошло потом, Аксакова просто раз и навсегда к этим местам, что называется, приобщила. Он пишет несколько стихотворений одно за другим, но потом уже литературу веды его называют так называемым Варваринским циклом, вот по имени, имени, по названию. И там он как раз рассказывает поэтапно, получается, о том, что он испытывает, вот оказавшись так, вот по воле обстоятельств, в усадьбе, которая, на первый взгляд, для него чужая. От стихотворения к стихотворению меняется тональность, от стихотворения к стихотворению он влюбляется в эти места, а самое главное, точка пересечения, они, эти места, напоминают ему родную усадьбу в Оренбургской губернии. Субтитры создавал DimaTorzok